Привет, это Планеткрафтер, и мы продолжаем. Планета эта наша начинает оживать, наконец-то тут живые организмы появляются, например, как пчелы, ранее я тебе показывал, они добывают нам здесь мед, и бабочки-куполы уже появились. Единственное, что очень хочется, чтобы эти бабочки уже вырвались на свободу и летали везде. Странно, кстати, почему бабочки в куполе, а пчелы в ульях своих и на воле. Вот как-то... какая-то странная закономерность. Несправедливость. В общем, пойдем я тебе кучу покажу. У меня есть очень классная новость для тебя. В прошлой серии мы выводили с тобой шелкопряда, и я наконец-то его выявил. Не представляешь, сколько сил мне потребовалось, и вот он, вот он наш шелковый червь. Единственное, я не понимаю, где он тут, чтобы его посмотреть, да? Обычно, когда ты пчел выводишь или других каких-нибудь насекомых, они вот тут появляются такие личиночки, и куча всяких насекомых тут летает. Ну, как бы вот, вот, вот как-то вот так. А помимо этого, у нас еще с тобой, смотри, что открылось. Наконец-то шелковый генератор. А ты это видишь, да? Блин, раскатывая кубу, хотел построить шелковый генератор, а там нужно три шелковых червя. У меня всего один. И дождь пошел. Планета тоже плачет от моей боли. Так, значит. Ну, ладно, ладно. Поиграть со мной захотели, да? Давай еще шелковых червей делать. Я, конечно, не знаю. Короче, на 8 личинок необычных, 1 к 8, ты представляешь, нужно 8 пчел вывести, чтобы из них получилась одна шелковая червячина. Ладно, будем сейчас тестировать. Закидываем все вот это вот сюда, барахлишечка, секвенируем. И будем надеяться держать кулачки, скрещиваем палечки, чтобы появился еще один шелковый червь. Значит, у меня тут мыслишка созрело, что надо бы как бы расширяться, переделывать весь вот этот вот дом. И, возможно, я бы дом даже объединил с лабораторией. И с бабочкой куполами, и с Билл куполом. Ну, в общем, как-то вот так вот. А еще пойдем я тебе покажу вот эти деревья. В прошлой серии я их засадил, они только начали расти, и мы закончили. И вот, 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 вот мой смешанный лес получился вот таким вот необычным, интересным. Тут даже вот такие фрукты, вроде как это фрукты. Видишь, пчелы сидят, опыляют деревья. Красота. Хотя я бы такие фрукты не ел. Похоже на огромный ананас. Вон пчелка села, видишь, опыляет. Пчелка, пчелка, вот она. И убежал. Ну, в общем, все хорошо. Мед добыли, мед добыли. Красавчики. Пойду-ка я сделаю себе отменную еду. Жрачка готова. Чуть позже перекусим. Гляди, еще один шелковый. Итак, у нас уже два червя. Так, походу, мои переделочки сегодня откладываются. Мне нужен третий. Пожалуйста. Последний шелковый червь. Пожалуйста. А, кстати, прикинь, мед, оказывается, можно так просто есть, как и в обычной жизни. Он восстанавливает 10 дней здоровья. Можно схомячить. Чего бы нет. Ну, че там, ну, че там, ну, че... Блин, нет. Не получился последний шелковый червяк. Ладно. У нас есть еще необычная личиночка. И будем на нее молиться, да? Исследовать. Секвенировать. Ладненько, че уж. Давай потихонечку уже реализовывать мою задумку в плане расширения, перестройки и всего подобного. Значит, я пристрою здесь еще один вот такой вот модуль. И, наверное, я бы еще пристроил сюда. О, кстати, дерево. Смотри, как оно вросло. Интересно, там видно будет его отсюда? Круто. Вот это я понимаю. Дерево прямо в моем жилом модуле. А тут мы наблюдаем снова пчел. К сожалению. К сожалению. Ну, как бы не к сожалению. Пчелы это тоже радость. Все дела. Но не шелковый червь. А у нас уже, кстати, в биолаборатории появились ткани. Которые мы можем произвести из шелка. Когда у нас, конечно, появится шелковый генератор. Попыточка номер три. Надеюсь, она ввенчается успехом. Я каждый раз так говорю. Но... Ой, забыл нажать. Ну, нужно надеяться. Постоянно надеяться. Ух ты, посмотри. Получи новый чертеж личинка бабочки. Эмель. Эм... Или как правильно прочитать? Пойду почитаю. Погоди, минуточку. Эмель. Эмель. Так, тут она есть. Вот она. Эмель. Множитель насекомых 300%. И для того, чтобы вывести эту бабочку, нужна редкая личинка. Кстати, я еще ни одной редкой личинки не нашел. Это прям меня очень пугает. И мы, наверное, сейчас займемся поисками этих редких личинок. Но прежде нужно достроить мой объединенный жилой модуль. Значит, последний этап. Так. Только не говорите... Блин, он, прикинь, у него сюда не влазит. А почему он не влазит? Наверное, из-за дерева. Да, деревья мешают. Черт, деревья, простите, но мне придется вас разобрать, по-моему. Так, это вот это дерево? Нет, это не это дерево. Вот это дерево. Значит, это мы убираем. И сейчас должно все получить... О, это что это? Нет, это обыкновенное. Блин. Так. И сейчас должно все влезть. Давай. Нет, ты не можешь влезть. Почему? Вот же, вот же, наконец-то все. Моя идея реализовалась. Ура, ура. Осталось только внутри все это обделать. Ну, в смысле, блин, плохое слово обделать. Как правильно сказать-то? Привести в парадок. Короче, чтобы здесь можно было жить. Чтобы здесь все было оки-токи. Произвести ремонт. Вот. Какое годное слово здесь подойдет. Ну, а деревья, скорее всего, я отсюда уберу. Раз у нас тут сложности, да. И поставлю их в другом месте. Например, такие крутые деревья. Будет отлично. Вот тут им растись. Вот так вот. И сядем их тут. Все. Здесь все заполнит. Я здесь окошечко сделал. И будет у меня вид на лес. Крутой, красивый лес. Пока что, пока что. Это будет тупо эксперимент. Если что, я потом разберу. И смотровую площадочку эту куда-нибудь перемещу. Значит, вот так вот у нас здесь вот начинается. И нужно построить ее довольно-таки высоко. Вот так вот. Залазить придется очень долго, конечно. По ней. Но вот, в принципе, вид уже имеет. Правда, со стороны это смотрится как-то убого. Вот она наша лесенка, которая поднимет нас наверх. Ага. И теперь таких лесенок нужно понаделать огромнейшую кучу. И жалко, что эти лестницы нельзя объединять друг на друга. Ты знаешь, ставить. Придется все-таки как-то вот типа, типа, как-то перебираться. Вот так вот что ли? Вот снова мы вверх забрались. Тут вот так вот. Опять наверх. И снова ставим здесь. Вот сюда. Снова наверх. Мне, когда уже закончится-то это все. Снова наверх. Еще выше. А у меня кобальт закончился. Теперь спускаться со всего этого. Заморочился я, конечно, знатно. Ну все. Наконец-то я взобрался на самую вершину. Но это еще не все. Здесь должен стоять еще один этаж. Давай же. Вот. Еще один этаж. И вот теперь еще один этаж. Маловато мне. Ну ведь-то ты посмотри, как я тут уже все заселил. Какая красотень. Там вон бабочки летают. Так. Ну все. Хватит. Значит, здесь у нас начинается строительство вот таких вот штук. Как бы мне это грамотно только тут разместить. Ух ты. Пока я тут ковырялся, у меня чертеж фермы открылся. Балдежно. Так, надо спуститься вниз, сводиться. А-а-а. Ноги мои, ноги. Поломал себе ноги. Надо пожрать срочно. Срочно пожрать. Вот так вот. Пойдет. И водички попить. Тут у меня этаж где-то лежит. Что у меня тут? А-а-а. Шелковый червяк. А-а-а. Я запустить забыл. Эх, блин. Я уже думал, шелковый червяк вывелся. Выхожу из лаборатории и смотрю под ноги. А тут у меня личиночка. Да не простая, а редкая. Редкая личиночка. Может тут где поблизости еще валяется? Еще? Это необычная личиночка. Хотя нет, ее надо взять. Вдруг у меня шелковый червь не выведется опять. Так что надо подбирать. Из-за травы, конечно, плохо все видно. Но вот если... Вот там вот еще личиночка. Смотри, это какая? Это обычная. Короче, вот так вот и буду. Сейчас летать здесь. Над своими хоромами. Начинаем остекление верхнего этажа. Так, 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 так. Вот эта вот серединка вроде может быть даже вот так вот. Не знаю. Вот серединка. Так, готово. Здесь у нас будет наверху такой полукруг. Если у нас все получится и реализуется как я хочу. Так вот. Дальше идет с этой стороны. И... Э, железо закончилось. Ну не беда. Мы сейчас разберем вот эту часть. Она нам все равно пока не нужна. Ну давай, взлетайся. И последняя часть у нас... Вот так вот. Ну и все. Все получилось. Все отлично вышло. Только надо теперь вниз спуститься и вот эту вот штуку разобрать. О! Годно. А теперь мы сейчас поднимем... Ах, опять ноги отбил. Да что ж такое? Опасно это все. На высоте работать. Надо пожрать. Есть что пожрать. Что там, кстати? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А почему? А как? Я же нажимал исследовать. Почему ты не это? Начать сек... А, я начать секвенирование не нажимал, видимо. Взбираться, конечно, туда будет геморно. Очень геморно. Вот так вот мы взбираемся, взбираемся. Выше и выше. Вот предел. Дальше нам нужно еще одну лесенку построить. И мы должны очутиться на нашем красавенном этаже. Да? Нет? Нет. Не оказались. Так, значит, еще одну лесенку. Блин. Запаришься? Подниматься. Да! Вот он наш крутяцкий этаж со смотровой площадочкой. Все, как я хотел. Это же офигенно. Правда, стекла какие-то тут. Как будто мы под водой находимся. Но, тем не менее, она реализована. Это смотровая площадка. Это круто. Можно было бы ее, конечно, еще повыше сделать. Но, блин. А можно тут выход где-нибудь реализовать? Можно. 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 Чтобы спрыгнуть с крыши, сломать себе. Но, нет. Лучше я так спущусь. Хотя, что нам бояться? Кого я? Сейчас я тебе покажу мастер-класс по спуску. Вот так вот. Мы выходим на крышу. И тут еще лучше вид. Нафига тогда ты делал вот эти вот купола? Купола. Золотые купола. Ладно, короче, прыгаем. Йо-хо. Опа. И вот так вот при помощи нашего ранца приземляемся. А тут у нас что? 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 Пожалуйста. Пожалуйста. Да! Шелковый червь. Червь. Черви-челла. Последний, который нам нужен был. Пока мы занимались стройкой, наконец-то мы его вывели. Еще же грядки нужны. Ну, в смысле, их надо построить, реализовать. Вот он, этот генератор. Бутылочка воды. Сейчас она будет. А куда ее поставить можно? Ну, в смысле, этот генератор. Он явно будет где-то в доме. Это здорово. Вот рядом с нашей лабораторией. Да прямо вот здесь вот где-нибудь лупануло. Трава в лаборатории. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Можно даже, даже, даже где-то вот здесь вот в уголку. Нет, тут не очень хорошо. Давай, давай. Куда же тебя воткнуть-то? Да, давай здесь вот. Где есть стекла. Ух ты, посмотри, сколько их там. Этих личинок. Обалдеть. И все они ткут шелк. Открыть генератор шелка. И вот они, наши ниточки. Ай-яй-яй-яй. Я теперь смогу себе столько кроваток понаделать и подушек опупить. Дальше. Грядки. Смотри, личинки пчел нужны для грядок. Ха-ха-ха. Открытая ферма. Вставьте в него семя овощей, чтобы вырастить несколько овощей. Круто! Я только думал о своей ферме. Ну, внутри помещения. А тут вот такая вот тебе подарочная упаковочка. Значит, подожди. Значит, не зря я сделал личинки пчел. Нам как раз именно две штуки нужно. А еще же редкий пчел. Там у меня же и... Ну, в смысле, личинки. Вот. Одна. Одна. Да. Так, это мы сюда переносим. Так. Давай выводить редкую личинку. Чего мы можем получить при помощи редкой личинки? Значит, два вида у нас есть. Это шеврон. И есть личинка Эмель. Чего нам выпадет сейчас? Узнаем. Бог рандома, давай. А это не то? Вот так вот нам надо, по-моему. Бог рандома, давай, 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 давай. Что, что, что? Что? Очень долго ищет. Очень долго ищет. Что, все? Я игру сломал? Ну? Ты, может, что-то не то поставил? Так, ладно. Пускай она там думает. Я еще раз проверю. Да, удобрение. Удобрение. Везде удобрение. Все нормально. О! Нашло. Что-то нашло. И непонятно что. Неизвестно. Ладно, давай секвенируй. Насчет фермы. Возвращаемся к ферме. Нужно удобрение. Огромная куча удобрений. У меня там есть удобрение же? Нет, тебе нету. Плохо. Для удобрений нужны будут водоросли. И куча серы. Ладно, что, погнали за водорослями. Сбегал, короче, за водорослями. Все, огонь. И башня-то смотрит. Ой, свет еще включился. Ну, короче, смотрится она прикольно. Еще бы подсветочку сделать, чтобы ночью это очень классно так освещалось. Может быть, эту башню стоит здесь оставить. Такая элитная, мощная. А что здесь освещение-то нет? Я не понял. Здесь есть, а здесь в лаборатории нету. Уровень насыщенности у меня все, типа, кончился. Так, ладно. Делаем, значит, что удобрение. Узо! Удобрение у нас имеется. Так, проверяем, все ли у нас есть. Суперсплав нужен и бутылочка воды. Но это ерунда. Бабочки! Это у нас, получается, шеврон вышел? Зеленые бабусички, шеврон. Или это просто от освещения? На самом деле они там белые. Ну-ка. Тьфу ты, ну ты. Бабочка Пенга. Почему Пенга? Она тоже из редкой... Да, она тоже из редкой личинки. Ё-моё! Ё-моё! Ну ладно, Пенга так Бенга. Пойдем мы заменим обычные бабочки. Обычные бабочки. Вот у нас... А, у нас тут Пенга. У нас тут Пенга. А тут у нас что? Вот красные бабочки, это обычные бабочки. Мы их сейчас уберем. 120% они нам дают к насекомым. А вот Пенгу вставляем. Вот. Так у нас больше процента будет. И все. Что, мне еще один купол придется делать? Хм. Либо ждать, когда у меня появятся переносные бабочки. Точнее, модульные бабочки фермы. Которые смогу стоять на улице. А я озадачен. Озадачен тем, что у меня нет суперсплава. И нужно бежать его искать. Ну, не искать, а к своим рудникам. Просто нужно сбегать. И все у меня там есть. Но бежать там не лень. Я уже ленивая жопа стал. Подожди. Нет, это обыкновенно. Нужно сделать телепорт. Конечно же, телепорт. Всему голова. Поэтому мне нужна куча стержней. Блин, у меня что, забит инвентарь? Конечно же. Удобрение же нужно было оставить. Я все очистил. Я все сделал. Значит, берем... Почему у меня кубольт в карманах? Я не понял. Сейчас, минуточку. Все, со второго раза получилось. Значит, берем теперь осми. Теперь пульсирующий вот этот кварт. Что там еще надо? Циолит. Конечно же. Куда я его ваткнул? Вот он, солит. И все, вроде бы у нас все имеется. Погнали, короче, к нашим рудникам. Конечно, у вас здесь вот вид получше. И может быть, смотровую площадку лупануть бы здесь. Но до нее нужно добираться. Вот реально, реально, нереально. Круто будет, если смогу телепорт затолкать на смотровую площадку. И мне не нужно будет подниматься наверх. Это же очумительно. Здесь у нас рудник. Рудник. Суперсплава. Вот так вот. Готовченко. Суперсплав есть. Нифига здесь нет. Ну, забрать все равно понадобится. Это все понадобится. Стройка. У нас же большая стройка идет. Это надо выкинуть. Вот это забрать. Забрать по максимуму суперсплава. Все остальное потом. Когда-нибудь. Так. Домой. Погоди, там личинки. Там куча личинок лежала. Подожди, рудник суперсплава. Там куча личинок. Вот здесь вот они лежали. Вот здесь или где-то они здесь. Вот тут, вот тут, вот тут. Они были, они были. Если перемотать. Вот они. Редкая личинка. А у меня инвентарь заполнен. Необычная. Так, ладно. Глаз. Глаз. Алмаз. Как это я так... Вот. Редкая личиночка. Говорит нам о том, что мы сможем вывести еще одну редкую бабочку. Больше тут нет личинок? Вот это что? Это необычная. Ладно, все. Хорош. А вот это что? А, это обычная. Домой. Ой-ой-ой. Пока я тут раскидывал материалы. Там с неба, видимо, что-то собирается по... Ох. Метеоритный дождь. И что же там к нам летит? Интересно. Такой, знаешь, не очень-то и... Пойдем посмотрим, что нам прилетело. Иридий? Похоже на Иридий. А нет, это не Иридий. Это, я тебе хочу сказать, не Иридий. Куда-то вот сюда вот упал метеорит. Пойдем посмотрим. Вот. Что там прилетело? Что там? Кобальт. Это кобальт. Обычный метеоритный дождь. Фу ты, ну ты. А я тут уже площадку всю расчистил от всех этих минералов, которые тут валялись. А они тут на тебе еще прилетели. О, прям. А башню ударилась, прикинь. Не зря я тут башню эту построил. Она будет ловцом. Эта башня ловец метеоритов. Так, не разрушите мой сад, пожалуйста. Только захотел грядку построить здесь. И тут, пожалуйста, на тебе сверху камни падать начали. Ну, вроде бы все. Я все собрал. У меня все есть. Пойдем. Ну, ну как это называется? Ну, кто возле дверей камни оставляет? Метеориты. Ну, прекращайте уже. Вы надоели. Не мусорите тут на моей красивой зеленой площадочке. Так. Ферма. Ферма, ферма, ферма. Она сзади будет у нас. На заднем дворе. Вот здесь вот как раз у нас тут растет все красиво. И вот здесь вот у меня будет фермочка. Так. Ух, какая она большая-то. Здесь и пчелки летают. И вообще классно. И у меня достижение. Ферма на Марсе. О, смотри. Фарминг он Марс. А все говорили, почему ты называешь эту планету Марсом? Да вот, даже в достижениях писано, что это Марс. Так что все. И это не про шоколадку речь идет. А про планету. Ай, ладно, надо, 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 надо здесь двери сделать. Чтобы выход на задний двор был. И здесь что-нибудь посадить. Что мы здесь посадим? Бобы. Да, точно. Бобы. Бобы, бобы. Ну, в смысле фасоль. Они же тоже из разряд бабовых. Фасоль. Потому что я смогу из нее делать потом. Ну, и из меда тоже. Смогу сделать крутую еду. А может там не только фасоль, а можно будет несколько чего-то там посадить на этой грядочке. Так, а куда посадить-то? Здесь, значит, вот контейнер для рассады. И здесь. Ладно, давай здесь, короче, посадим бабы. Ну, в смысле фасоль. А здесь? Здесь все. То есть, одна грядка, одно чего-то там растет. Окей. Пойду делать пчел. Нужны пчелы, е-мое. Значит, 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 значит. Делаем еще одну редкую личиночку. Исследуем ее. Начать секвенирование. И идем делать выход на задний дворик. Дверка у нас будет вот здесь. Вот прямо к двору. Отлично. Отлично. Просто шикарно. И, конечно же, это все нужно огородить. Правда, я не знаю от кого. Тут как бы никого и нету. Что-то... Что-то как-то она не... А почему я не могу... Неужели только на здании можно? Лишь... Точно, прикинь, на здании только. А может, на крыше сделать вот это вот все вот? Да не, ну блин. Так, минуточку. Почему нельзя вот внизу? И вот изгорать можно сделать только... Не, ну так-то логично. Да, если ты делаешь смотровую площадку без стекла, вот такую, то тут можно изгорать-то и лупануть. Почему бы и нет? Давай сделаем ее, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, допустим... Ну, типа, вот как-то вот так. Я даже не знаю, что-то как-то... Ну, такое себе. И вот, типа, оно не дает мне спрыгнуть с крыши. Можешь так, можешь всяк. Короче, какая-то ерунда, да? То, что на земле ее нельзя построить, это вообще... Стой. Типа, это прошлый век забором огораживать свою ферму. А вдруг тут дикие пчелы прилетят и соррут мою ферму? У меня тут, кстати, что-нибудь уже растет, а? Пчелы, кстати, тут вон что-то опыляет. Это молодцы, это красава, конечно. А где мои семена? Это вообще фасоль. Ты растешь, нет? Вон стручки есть, пару стручков. Вижу, вижу, растет хорошо. Это очень классно. Ладно, возвращаемся внутрь, пойдем посмотрим, что там с пчелками моими. И тут у нас снова бабочки пенга. Да в пенгу их, блин, эти пенговские бабочки. Ну, давайте пчелки, производитесь на свет. Сейчас будет прикольно, если вместо пчелок у меня будет куча шелкопрядов. Кстати, насчет шелкопрядов. Пойдем-ка нитки соберем. Я совсем про это забыл. Ниточки. Ух, сколько тут уже понаделось. И теперь мы из этих ниток можем сшить себе ткань. Только нафига? Я не понимаю. Ну, как бы понятно, что я там. Пойдем посмотрим. Для чего тут ткань? Для кресла, например. Для кресла, стула, кровати, для мебели. Вот. Можно здесь сделать свой кабинет. Или нет, 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 нет. Подожди, нет. Здесь не будет кабинета. Кабинет будет на втором этаже. Мы его чуть позже реализуем. Короче, на сегодня ограничимся вот этим вот помещением. А в следующих сериях я уже буду показывать, как я буду в дальнейшем его обустраивать. И какие настройки еще я буду делать. Вот они наши пчелочки. Забираем. Пойдем посмотрим, что у нас там на заднем дворе. Я выросла уже что-нибудь. Ох, 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 ох. Раз, два, три, четыре стебля фасоли растет. Ну, это просто ошеломительный успех. А у нас с неба падает. Оу. Ой, йо. Суперсплавы полетели. Нифига себе. Какое свечение. Главное, на крятку не подойди. А то я вас потом загрызу. Полечу в космос и загрызу вас. С метеоритной суперсплавой. Так, что-нибудь тут падает хотя бы. О, критический уровень насыщенности. Что, по мне попали, что ли? Подожди, пошрать надо что-нибудь. По мне, короче, метеорит залетел. Ну, в смысле, зарядили. В смысле, он в голову мне прилетел. Блин, их летит еще туева куча. Ну, я моя. А вот, кстати, суперсплав. Ладно, давай заберем хотя бы это. И вот еще суперсплав. Сколько их тут валяется? И вон еще я вдалеке вижу. Смотри-ка. Ладно, чушь. Греха таить. Они мне все равно нужны будут, пособирая. В таком... Это обычное? Блин, я уже думал, редкое. Ох. Вот так вот строишь тут, выращиваешь. А потом хоп, метеориты, и все расшибает. Конечно, эти метеориты безобидные. Но в реале это бы все превратило мои труды в кашу. Пойдем посмотрим экраны терраформации, что они нам покажут и расскажут. Здесь у нас все, ммм, 2000 чего-то-то там. Это мало чего нам интересно. Пойдем посмотрим здесь. Здесь больше всего понятно. Значит, нам осталось открыть бабочку люкс. Люксовая бабочка. Потом будет ферма бабочек. Когда же мы до нее доберемся? Доберемся мы до нее очень-очень не скоро. Это грустно. Тут у нас что еще не открыто? Коробка с бабочками. В принципе, осталось совсем чуточку. Только нужно прокачать растения, чтобы у нас как-то процесс побыстрее здесь потек. И наконец-то открылась ферма бабочек. Наконец-то наскреп, да еще одну открытую ферму. У нас пополнение грядочек, а вот уже и фасоль подрос. Сколько уйдись. Значит, что будем теперь садить? Поставим здесь вот рядышком. Вот прям вплотную. Вот так вот. И здесь мы, наверное, посадим кабачки. Где-то мои семена с кабачками. Вот они. Они нам как-никак сейчас очень нужны. Ведь из них мы делаем удобрения. Вот. Наши кабачочки будут тут расти. Ну чума. Ну обалдеть. Задний дворик у меня расцветает. И на этой вот замечательной, прекрасной, плодотворной ноте мы закругаемся. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под этим видео. Подписаться, если ты еще не подписан на канал, чтобы не пропустить следующего видео по этой игре и, возможно, другим любимым твоим играм. И не забудь еще подписаться на Яндекс.Дзейн. Ссылочка будет в описании, если вдруг чего. Туда дублируются все ролики с YouTube. Ну а на этом все. Спасибо, что посмотрел. Увидимся в следующих роликах. Продолжение следует...